Друзья, приветствую! Иван из Москвы прислал образцы масла The Boiled Diamond ECP 530C3, партия 24-го года. И прошу прощения, камера не сфокусировалась. Фокусировка на девайсе происходит. И второй образец свежего, это партия 22-го года, в серой канистре. Свежая 24-го года, это красная канистра. И отработка данного масла, партия 24-го года. Опять же, косяк с фокусировкой, потому что приношу свои извинения. Так, значит, масло эксплуатировалось в автомобиле Infiniti G25 2012 года с атмосферным 2,5 двигателем. Значит, 222 л.с., объем масляной системы 4,8 литров, пробег мотора, контрактный мотор 100 тысяч километров, пробег на масле 6 тысяч километров, 231 моторчас при средней скорости 26 км в час. И используется топливо, бензин АИ-95 от Татнефти. Значит, вот такие условия. И давайте посмотрим. Значит, сразу покажу вам образцы 22-го и 24-го года. Вот сверху подписано The Boiled Diamond. И с одной стороны 22-й, с другой 24-й год. Ну, можете сравнить. В принципе, показатели очень-очень близкие. Немножко отличается. В 22-м году пониже окисление было. Ну, возможно, уже от партии это зависит. По нитрованию очень близко. По противоизноске тоже не сильно далеко. Отличие вот по фенольным антиокислителям. В одном случае они есть 0,17 немного, в другом нет. Так, щелочное практически идентичное. Ну, кислотное тоже самое. Ну, и небольшая там микроразница в вязкости. Ну, тут тоже погрешность. Все-таки в любом оборудовании погрешность там в лабораторном до 3-х процентов. Поэтому здесь все в рамках погрешности. Так, на что похоже данное масло? Ну, тут вопросов как бы никаких нет. Мне присылали вторая строчка. Это Shell Helix Ultra-EKT такое же. Из Воронежа. И третья позиция. Это Ultra из Московской области. Также EUROL Turbo D 5,40. Но это C3, немножко загущенный C3. И такой же это Boiled Diamond эталон, видите. И опять же Shell Helix Ultra. То есть здесь вообще вопросов никаких нет. Кстати, вот BMW Twin Power Turbo. Тоже 99,2 процента. Кстати, масло для BMW Shell делал Motul с допуском BMW LL12FE. Ну, можете остановить, посмотреть. То есть вопросов никаких нет. Масло максимально похоже на Shell. Поэтому я и подобрал вот таких конкурентов. Чтобы для наглядности максимально Shell данный T-Boil. Ну, и разбавил все это ZIC-ом топом. С таким же пакетом Infinium. Здесь ZIC выделяется. Видите, в ZIC есть POW. В остальных похоже, что нет. И отличается, естественно, Shell Helix HX8. Это более дешевая линейка на таком же пакете. Но чисто там уже гидрокрекинг использован. А все масла вот эти очень-очень рядом, очень близко. И посмотрите, даже по базе. Это Boiled Diamond и нижний Shell Helix прям один в один. Линия в линию. Удивительно, да? Так, далее по пакету. Здесь мы видим, что здесь отличаются. Посмотрите, одинаковый пик на Shell Helix HX8 и ZIC-TOP. А остальные масла, в общем-то, почти идентичные. Ну, небольшая разница есть. Видите, прям уровень прослойки такая. Как будто вот уровень базы. И от нее уже там вот этот плюс-минус. То есть видно, что пакет одинаковый. Просто вот небольшая прослойка, как будто бы... Я думаю, что, скорее всего, это с базой связано. Это как будто вот ноль, на котором лежит пакет, да? Нулевая точка. Она немножко вот вверх-вниз. Поэтому мое такое мнение. Так, значит, данные по-свежему. Использовался образец 24-го года. В красной канистре вот подписано. Ну, понятно, эти... Даже, наверное, не стоило это показывать. Эти образцы я уже... Ой, эти данные я уже показывал вам. Ну, противоизноска. Ну, типичная для С3-го. Где-то вот так. 1,13. Так. Ну, это вот ближе похоже на вот... Такой пакет от Infinium. Где-то там немного фенольных. В районе 0,8 там аминных. 7,19 щелочное. 1,55 кислотное. Ну, рабочая вязкость соответствует С3-м. 1,171. Ну, типичная такая для С3-х масел. Так. И данные по отработке. Так. Это JT Boyle. Infinity VQ25HR. Мотор. 6 тысяч километров. Так. По версии прибора здесь 0,83% бензина. Бензин присутствует. Ну, это чаще всего в бензинных моторах. Он присутствует в большей или меньшей степени. Ну, постепенно нарастает и окисление. Было 7. Стало почти 14 нитрования. Чуть подработались противоизносные присадки. Ну, их еще достаточно. Почти 70%. Фенольных даже больше. Посмотрите. 0,17 было... 0,20 здесь может быть какая-то и погрешность. Не знаю даже. Так. Аминные подработались. 36 остаток процентов. 3,84 щелочное и 2,44 кислотное. В принципе, нормально. Не так быстро, кстати, нарастает кислотное, как обычно. Немножко просела вязкость на примерно 0,65 с антистокса. Так. И немного присутствует воды. 4,04 процента. В общем-то, ничего криминального. Все в общем. Нормально. Масло еще, скажем так, живое. Ну, не сильно, но живое. Так. Давайте посмотрим, что произошло с вязкостью. Да, есть разжижение. Ну, есть топливо, есть разжижение. Это как бы понятно. Значит. Ну, в общем-то, ничего криминального. Такая рабочая в городской езде. Рабочая абсолютно картина. Примерно на треть от максимально допустимого. То есть нормально считается приемлемым уровнем. Так. Ну и прогноз. Помоющим, нейтрализующим свойством. Почти 300 моточасов без двух. 298,7740 километров. Хорошо работает мотор. Посмотрите, по оксидам азота больше 1000. Для бензина хороший, отличный результат. Вот. Но окисление чуть-чуть быстрее нарастает, чем нейтрование. Да, вот видно по нижней полоске. Ну и вязкость. При такой тенденции это 800 с плюсом моточасов. Ну, нормально отработало масло. Вот. Стоит приемлемо куманных денег. Вполне можно использовать пакет фирменный от Infinium. Почему я это говорю? Максимальное совпадение там у нас с Shell. А Shell, кто не знает, вместе с ExxonMobil, учредители компании Infinium. Поэтому их компания, их пакеты, они свои пакеты используют. Вот. И по таким совпадениям можно сделать однозначный выбор, что даже в 2024 году T-Boyle использует пакеты от Infinium. Вот такая, значит, картина. Смело можно использовать. Кому необходимы допуски. В общем-то, вместо Shell практически вот и по базе, однозначно, Shell и по пакету. То есть ничего не потеряли с уходом Shell, скажем так, замена от T-Boyle. Поэтому смело используйте. Какой вариант. Благодарю Ивана за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, тоже благодарю. Пишите комментарии. Правда, не всегда я успеваю на них отвечать. Извиняюсь заранее. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.